Первоуральский суд вынес более чем гуманный, по мнению наблюдателей, приговор полтора года ограничения свободы Екатеринбургскому коммерсанту, 59-летнему Фариду Тимиргалиеву, который в позапрошлом сентябре ночью охотился с группой товарищей с карабином и тепловизором на кабана и в лесу под Первоуральском, в районе Барсучьей горки, Нечаянно подстрелил местного бизнесмена, многодетного отца семейства, грозу браконьеров и черных лесорубов Евгения Старцева. Тело предпринимателя с простреленным плечом поисковики обнаружили 10 сентября утром, в паре километров от дома предпринимателя. Рядом валялось ружье Старцева, а в полукилометре нашли его квадроцикл, исправный и с полным баком горючего. Позже экспертиза установила, что владелец автосервиса и автомойки умер от потери крови. Силовикам удалось установить поименно группу граждан, охотившихся в ту ночь возле Барсучьей горки, и стрелка, с которым Старцев не был знаком, но погиб от его не совсем шальной пули. По версии следствия, после 10 вечера подсудимый в тепловизиционный прицел своего нарезного карабина заметил шевелящийся в кустах силуэт живого существа, о чем охотника недвусмысленно проинформировал тепловизор и пальнул наугад по предполагаемой дичи. Стрелок, по приговору находившийся под домашним арестом и на следствии, и позже в суде, заявлял о том, что он охотился на кабана, но в другом районе, и перепутать дикого зверя с бизнесменом просто не мог. Но следствие предоставило суду убедительные доказательства, результаты баллистической экспертизы и данные геолокации сотового оператора о местонахождении подсудимого в момент того рокового выстрела. Вдову бизнесмена Веронику, на руках которой после смерти мужа остались четверо детей, старший из которых уже закончил школу, а младшая дочь в сентябре пойдет в первый класс, возмутила мягкость приговора Стрелку, пусть и нечаянно, но убившего ее супруга. В качестве утешения суд взыскал Стемир Галиева в пользу вдовы и четырех детей погибшего почти 5 миллионов рублей. Мы ничего не утверждаем, но у наших экспертов возник ряд вопросов. Во-первых, по поводу тепловизора. Формально с ним не запрещено выслеживать дичь, кроме пушной, но только не ночью, когда не разобрать, в кого стреляешь. Во-вторых, и это главное, трудно поверить, что после быстрела с приличного расстояния охотник не побрел в кусты, ориентируясь по тепловизору. Одно дело утку подстрелить, и неохота было лезть за ней в болото, и совсем другое кабан. Раненый в плечо старцев умер не сразу, а значит, стрелок мог ему помочь, позвать приятелей, перебинтовать раненого. В любом случае, он должен был позвонить в полицию и врачам. Мы, естественно, не знаем всех деталей следствия и ничего не утверждаем. Но получается, что охотник просто бросил подстреленного им человека умирать в лесу.